Всем привет! Меня зовут Юлия. Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам свою завершенную работу от Миробилии Снежная Королева. Вышиваться начала она у меня 1 января 2018 года. И вот уже конец мая и она у меня завершена. 37 вышивальных дней ушло на эту красавицу. Иногда я ей уделяла целые дни, а иногда только 200 крестиков брала, делала и откладывала. Потому что тоже хотела другими работами позаниматься. Хотя оторваться от этой красотки было, ох, как непросто. Ну что ж, не буду томить и покажу вам, что у меня получилось. Вот такая красавица с великолепным оленем. Вся украшенная бисером, бусинами, трежерсами. Я очень рада, что именно эта Миробилия стала моей первой работой от этого дизайнера. Вот Нор и Корбит. Просто полнейший восторг. Во-первых, вышивается легко. Большие цветовые участки. Очень много украшательств, которые радуют глаз. Лен-пермин жесткий, приятный в работе. Крестики получаются весьма и весьма симпатичные. Как мы знаем, отгладить ли он пермин нелегко. И работу стирать нельзя, потому что здесь использовались ниточки Кэрон. И я боялась, что Виспер сожмется, так вот некрасиво будет. Вы знаете, что я сделала? Вначале я думала использовать прыскалку, такой пульверизатор, чтобы с обратной стороны и утюжком просушить. Но потом решила это не делать. Я намочила большое махровое полотенце, завернула работу в него, в такой вот ролл, как мы сушим работу полотенцем обычно. То есть оно пропитало с обратной стороны работу и сразу же высушило утюгом. Учитывая, что эта работа вышивалась у меня не только на раме, но также и на пяльцах нурги, как вы видите, нигде никаких следов у меня не осталось. Немножко вот здесь вот не разгладилось. Но просто боюсь крестики повредить. С обратной стороны не выглаживается идеально около бисера. Но при натяжке все уйдет. Поэтому всем рекомендую этот способ. В принципе, мне кажется, ниточки тогда не имеют шанса потечь. Ой, сама любуюсь этой красотой. Сегодня же повезу в багетку. Будет у меня серебряная рама. Правда, не знаю, буду ли делать паспарту или нет. Посоветую с дизайнерами. На этой работе я впервые использовала ниточки Кэрон. Они безумно приятные в работе. Нежные, шелковистые. И я понимаю восторг всех девочек, которые поют им оды. Также попробовала ниточки Виспер. Мне никакого труда не составило вышивать ими. Просто необходимо брать небольшие кусочки нарезки. Сантиметров по 20. Давайте сейчас я покажу вам немножко схему, материалы. И расскажу, с чем мне пришлось столкнуться. Может быть, какие-то трудности были. Значит, схему я вот так вот нещадно разукрасила. Она двухсторонняя. И здесь, вот видите, затенена линия сочленения листов. Но она не перекликается, не пересекается. Это было очень неудобно. То есть мне приходилось фактически на глаз стыковать один лист с другим. Вот это было очень неприятно. Ключ также расположен неудобно. Я его отксерила и повесила себе отдельно. Здесь вот я сделала перевод бэкстича в одну и две нити. Что вышивается. Может быть, кому-то пригодится. В одну ниточку и в две ниточки. Вот крупным планом снимаю. Лицо здесь необходимо было вышивать крестом. Но я вышивала аппетитом. Для этого я использовала новые ниточки. Вот такие вот, которые мне пришли в коробочке с магазина стичинка. Шелковые ниточки. Они точно такие же приятные на ощупь, как и кэрон. Но в кэрон в пасме 12 нитей, а здесь 6. Выбрала я вот эти три цвета. Пробовала также перли использовать. Они ложатся просто идеально ровно. Но они совсем светлые были. Я вышила ими. Потом выпорола. Вот руку вышила, выпорола. Конечно, аппетит пороть это то еще удовольствие. Вот эти более темные оттенки и более толстые перли я не рискнула брать. Если честно, попробовать. Ну, может быть, на какой-нибудь другой работе. Или если будет 28 каунт, скорее всего, попробую. Ну, вот эти ниточки ложатся ровнее, чем в два сложения шелк. Вышивала я гобеленовым стежком. То есть, сзади у меня такое плотное полотно. Потому что попробовала вышивать полукрестом. Тогда все ложится совсем-совсем неровно. Еще меня, знаете, смутило в лице снежной королевы, почему одна вышивается губа светло-розовым цветом, другая малиновым. Уже пожалела, если честно, что сделала светло-розовым. Но опять-таки петит. Даже эти пять крестиков я не хочу больше выпарывать. Будет так, как есть. И лицо бэкстич я перешивала. Вы знаете, вышив все по схеме, получалась какая-то баба-яга с огромным подбородком. Я вам вставлю фотографии сейчас. Поэтому я вышила сначала бэкстич, а потом выпарала лишний петит. Благо петит сидит настолько плотно, что он не поехал в остальном лице. И мне не пришлось ничего перешивать. Как вы видите, если бы я сделала бэкстич, как на схеме, подбородок был бы просто ужасен. А так у меня получился весьма приличный результат. Также олень замечательный, с гирляндой в волосах. Рога будто бы припорошены инием. Шерсть, настолько приятные сочетания цветов. Просто глаз радуется. И вы видите, вот эти вот цилиндрики бисерные, не знаю, как они правильно называются, они здесь сиреневого цвета. Первоначально я вышила серебром, вот как у снежной королевы в волосах. И вчера, увидя эту ошибку, тем, что я увидела свой бисер, и смотрю, у меня одна неначатая упаковка. Думаю, как такое может быть? Начала искать, где ошиблась, и вот нашла. Перешила, и знаете, я пожалела. Зря я это сделала. Тоже вставлю фотографию, как было до перешивания, насколько ярче смотрелся серебряный бисер. Поэтому, если вам понравится, просто не покупайте этот фиолетовый. Он вам не понадобится. Я считаю, что он здесь лишний, и он не красит этого оленя. В принципе, уже больше трогать не буду. Все, сегодня отвожу на оформление. Но я вам, я же говорю, покажу фотографию сейчас. Намного эффектнее было все-таки с серебристым бисером. Вот что было с серебряным стеклярусом. И вот, что получилось с фиолетовым. По-моему, в серебре эффектнее. А вот и материалы, которые использовались. Здесь было 12 баночек. Одна баночка у меня была вот с этими крупными трейжерсами. Она у меня закончилась. Очень быстро, так как их я пришила сразу. Кстати, не делайте так. Крупные трейжерсы не пришивайте. Они очень слепят глаза, особенно при искусственном освещении. Мне их приходило постоянно занавешивать бумажкой. В этой баночке пустой у меня находился вот этот маленький трейжерс на ушко. Ну и весь остальной бисер. Вот этот стеклярус, как я и говорила, ушло совсем немного. Можно было вообще не покупать. Серебристого стекляруса ушло практически все. Я считаю, что необходимо покупать по ключу. Кстати, давайте заодно посмотрим ключ. Сколько этого бисера необходимо было. Нет, его нужно была одна упаковка. В принципе, не пожалеете. Вот такой голубоватый цвет. Тоже ушел практически весь. Серенький тоже практически весь ушел. Белого цвета необходимо было 3 упаковки. Осталось, в принципе, достаточно много. И я его рассыпала. То есть у меня еще под диваном, наверное, столько же лежит. Поэтому, возможно, 2 упаковки бы хватило. Вот этот бисер тоже практически не использовался. Только в лентах на Снежной Королеве. Вот этот крупный розовый тоже. Буквально вот 3 бусины, 4. 5. Вот все. Больше и больше на 5 бусин использовалось. Вот этот цвет практически полностью ушел. 114. Вот 6 размера. В принципе, его использовалось достаточно много. Но, знаете, у меня здесь не одна баночка, как было по ключу, а две. Потому что еще в одной миробильке мне понадобится такой бисер. И я их пересыпала в одну баночку. Ну и вот этого коричневого цвета, в принципе, ушло чуть-чуть тоже. Хотя он здесь достаточно заметен, потому что он яркий. Вы видите, в олене используется, в принципе, немало. Вот эти, кстати, узоры, когда были просто бесцветными, прежде чем я вышила их бисером, смотрелись тоже безумно эффектно, как морозный, снежный узор. И у меня даже мелькнула мысль их просто не вышивать. Очень красиво было. Использовала я вот такую коробочку для бисера. Видите, на крышечку я прицепила силиконовый коврик. И мне очень удобно с него было брать бисер. И вот такая у меня замечательная была баночка. Виспер. Его мало очень осталось, поэтому надо брать катушку обязательно. Нитка Титан 100. Хоть я и купила ниточку Юли, но уже начав пришивать ниточкой Титан 100 эту работу, я решила ей продолжить. Ниточки Кэрон. Вот у меня есть на бобинке Лисичка и на бобинке Ёжик. Два цвета использовалось. Осталось не по многу. Ну, на второй отшив, я думаю, не хватит. Ниточки Кэрон. Вот этого темного цвета осталось больше. Вот он используется. Вот в этих вот переходах, в узорах. И вот этот шлейф вышивается им. А голубой, он практически неотличим от ниточек ДМС. И знаете, где он здесь использовался, я вам даже сказать не могу. Потому что здесь мешались ниточки ДМС с ниточками Кэрон. Очень, еще раз повторюсь, приятные шелковистые на ощупь. Я думаю, вы видите по блеску. Расходуется, в принципе, немного. Вы знаете, надо вышивать ниточки с переходами по одному крестику. Закрывать каждый крестик отдельно, чтобы получались плавные, красивые переходы. Честно скажем, я это делала не всегда. Потому что, когда закрываешь каждый крестик отдельно, на мой взгляд, оно получается несколько неаккуратно. Поэтому там, где были совсем большие у меня трески одного цвета, я видела, я позволяла себе закрывать крестиков по 5, по 2, по 3, но не по одному. Крейник зелененький. В принципе, его, знаете, я бы не сказала, что его использовалось много тут вот в рогах, совсем чуть-чуть. Ну, то ли намотка такая была небольшая, но вот как-то его немного осталось. И белый крейник, блестящий вот такой, он использовался вот иногда вот здесь вот в снежочке. И 5 крестиков вот тут вот в середине ягодок. Тоже не поняла, этого очень неудобно крепить. Проще было использовать, наверное, бисеринки белого цвета. Пользовалась для хлопковых нитей ДМС. Вот, кстати, сколько цветов. Кондиционером, который купила в магазине с течинкой, очень понравился он. Удобный и ниточки делаются шелковистыми, не завязываются в узлы. И даже если завязываются, легким нажатием они распутываются. По цветам. В принципе, всех цветов использовалось по чуть-чуть. Вот этот цвет, 3607, он использовался только вот на этой вот губке верхней. Больше он нигде не использовался. И вот этого цвета необходимо было по ключу 611 две катушки. Как вы видите, одна у меня не начатая, так и лежит. Так, он. Итак, две катушечки. Тут еще какие-то цвета у меня написаны. Две катушечки, но я, наверное, их наматывала все вместе. Давайте посмотрим ключик. Две катушки. 30-23 цвет. В принципе, тоже. Смотрите, как много осталось. Можно было одной обойтись. 30-24. Здесь еще больше, наверное, осталось. 30-25 тоже практически не тронуто. 37-99. И он. Тоже много осталось. Вы знаете, берите, наверное, все цвета по одному. А, еще белых четыре катушки. Я купила две. И еще осталось. То есть четыре не берите. Берите две, и вам с лихвой хватит. Цвет вайт, он же бланк. Организовывала я ниточки на органайзер пака. Видите, он у меня даже не весь оказался заполненный. Очень удобно. Единственное, посмотрите, какие большие дырки остаются от иголок в часто используемых цветах. Сейчас разберу ниточки и пойдет у меня на следующую миробильку. А теперь немножко о трудностях в работе. Первое, это то, что на большой раме от арабеска, которую я купила, и работа помещалась полностью, не заминая ее, не получилось вышить все-таки вот эту верхнюю часть. Уж очень далеко тянутся руками. Скорее всего, такие широкие рамы предназначены все-таки не для диванных станков, а для напольных. Соответственно, вышивала на пяльцах норги и очень боялась, что не разгладится. Но, как вы видите, все обошлось. Также сложность пребывала в том, что, например, те же рога у меня вышивались целых 8 дней, а коса 4 дня. Ну, вы понимаете, в общей сложности на работу ушло 37 дней, и из них, в принципе, практически одна треть, наверное, ушла только вот на рога и на косу. Сложность заключалась в том, что в рогах намешано очень много цветов, особенно в этих, вот видите, украшательствах. То есть, вот один крейник в серединке, три крестика розовых, несколько крестиков малиновых, затем снова крейник, бисер, и даже вот эти рога. Здесь, наверное, цветов 6 намешано. То же самое и в косе. Но, в принципе, со всем справились, все замечательно. Я думаю, это стоит того. И, честно скажем, работа у меня не без ошибок. Ошибки у меня в ногах, ошибки у меня в рогах, ошибки у меня есть в платье. Но все прикрыто бисером. Я не думаю, что кто-то заметит. Даже я, не приглядываясь, в принципе, в ноге и в платье я уже не замечу. В рогах, возможно, но, опять-таки, у меня там бисер, и никто, кроме меня, об этом знать не будет. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Я счастлива, что я завершила свою самую любимую работу, наверное, этого года. Свою первую миробильку. Надеюсь, вы порадуетесь вместе со мной. И увидимся уже с этой работой при оформлении. Хотя, учитывая, как меня оформляли в багет, изящный век на это ушло в 2 месяца. А здесь я хочу точно такой же багет. Поэтому, возможно, мы встретимся уже в конце лета только. Всем спасибо за внимание. Всем пока!